Вот он, настоящий гранит науки. Мы в Оксфорде. Это маленький студенческий городок в 60 милях от Лондона. И это именно городок, а не конкретный университет, как мы привыкли думать. Разбросанные по периметру колледжи библиотеки, лекционные залы, ботанические сады. И все это и есть знаменитый Оксфордовский университет. Оксфорд – лучшее место для знакомства с английскими традициями. Здесь типичная британская архитектура. И, надо сказать, именно этот город дал Британии более 50 нобелевских наурядов. Многочисленные башни, башенки и шпили, утопающие в зелени холмов. Причудливые каменные здания в разных стилях – классическом, средневековом и даже эпохе Возрождения. Простые невысокие дома с магазинчиками на первом этаже. Теснятся возле величественных строений с арками, ведущими в старинные дворы. А вообще архитектура, сама атмосфера, все такое пропитано историей. Он такой со своим характером, немножко морщиноватый, серьезный, чопорный, как все англичане. Хотя люди такие достаточно приветливые, улыбчивые. Атмосфера здоровская. Все британские университеты по своей сути похожи на российские. Оксфорд – нет. Он до сих пор сохранил средневековое устройство. Это своего рода федерация автономных республик-колледжей с общей внешней политикой, общим бюджетом, общей системой ценностей и правилами. И в то же время каждая республика яростно отстаивает свою независимость. Оксфорд, конечно, красивый. Можно фотографироваться здесь на каждом шагу. Впечатления снобов местные студенты совсем не производят. В футболках, худи и джинсах они ездят на великах и экономят на ланчах. На обучение здесь можно взять кредит. Отдать его придется только в том случае, если твоя зарплата после будет порядка 2000 евро в месяц. Британские корпорации заинтересованы в выпускниках Оксфорда. Здесь же, в колледжах, они устраивают презентации и приглашают в свои офисы. Удивительно, но все самое интересное в Оксфорде происходит вне учебы. Именно пестра среда, в которую попадает студент, становится катализатором внутренних порывов и намерений. И в этом главный смысл такого престижного образования. Хотя читают здесь, конечно, много. Вот это здание Бодлянской библиотеки. Здесь 6,5 миллионов книг. Это собрание всех изданий, напечатанных в стране, начиная с 17 века. Подземными тоннелями библиотека соединена с колледжами. И, как ни парадоксально, наряду с редчайшими книгами здесь есть Wi-Fi. Все такое узенькое, миниатюрное. А это самый известный мост в Оксфорде. Мост вздохов. По легенде, он дает душам нерадивых студентов перемещаться из одного колледжа в другой. Современной молодежи, наверное, здесь не совсем комфортно учиться в средневековом здании. Но есть мнение, что может быть даже и наоборот. В таком здании, с такой историей, наверное, это есть определенные в этом и плюсы. Сама идея студенческого городка, она, мне кажется, очень актуальна в последнее время. Не в мегаполисе где-то там, а в отдельном симпатичном городишке. Тем более с такой историей интересной, с такой архитектурой. Мне кажется, я бы с удовольствием здесь получилась. В вузах есть много традиций. Одна из них – регулярные торжественные обеды в большом обеденном зале. Это известный зал школы Хогвартс из Гарри Поттера. Привет! Как дела? В реалиях студенческая столовая самого большого и красивого в Оксфорде колледжа Крайс Чорч, действующая. Просто в необеденное время здесь легко можно встретить толпы туристов. А так здесь студенты кушают и смотрят в глаза великих. На стенах портреты знаменитых выпускников Оксфорда за несколько столетий. Здесь учились Джон Локк, Альберт Эйнштейн, Лиус Кэролл и многие другие. В колледже Христа вообще снимались чуть ли не все эпизоды из фильма про ученика-чародея. Вот знакомая лестница, где встречали первоклашек в Хогвартсе. Вот коридоры, по которым бродят ученики-чародеи. Вот лужайка, на которой Малфоя превращали в хорька. А еще именно в Крайс Чорчилль Юс Кэролл написал Алису в «Стране чудес». И все приключения с Алисой случились именно здесь. И белый кролик в сказке не кто иной, как папа Алисы, вечно спешащий декан Генри Лидл. А королева червей, приказавшая отрубить всем головы, это король Генрих VIII. И даже чеширский кот оказался котенком Алисы, за которым любил наблюдать Льюис Кэролл из окна своего кабинета. При каждом колледже есть собор. До недавнего времени все студенты проходили программу религиозного обучения. Собор Крайс Чорч долгое время считался самым маленьким в Англии. Это главный кафедральный собор Оксфордовской епархии Великобритании. Улицы Оксфорда излучают какую-то необыкновенную энергетику. А аутентично здесь все, даже маленькие уличные кафе. В Англии очень много вот таких маленьких уличных террас. Они есть практически при каждом кафе. Британцы очень любят посидеть на воздухе, выпить, перекусить. А мы пойдем внутрь. Английскую кухню называют однообразной, простой, скучной. Здесь очень любят перетертые супы, особенно томатный, и отварной молодой картофель. А вот эта воздушная булочка – знаменитый йоркширский пудинг. Как видите, это совсем не десерт. Готовят его из кляра и подают обязательно с подливой. Это очень дешевая, но сытная еда, позволяющая экономить на дорогих ингредиентах. Ведь едят пудинг, смачивая в соусе до основного блюда. Совсем скоро мы расскажем о классическом английском завтраке и традиционном «Five o'clock». Ну а завтра в нашем проекте северная турная «Стоунхендж». Каменная загадка в самом сердце Европы и БАД – город римских бань. Генеральный спонсор проекта – «Нокиан Тайрс». «Нокиан Тайрс» – шины для сложных климатических условий. Это новый мировой рекорд скорости на льду. «Нокиан Хакапелита 8» – цепляет, как никогда раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова